Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Ходят слухи тут и там. Что происходит с фонтаном в сквере Победы? Клубничка вне закона. В советском районе Самары борется с теневой экономикой. Потушить огонь как можно быстрее. Самарский левша четверть века изобретает пожарное оборудование. Пластик вместо бумаги. Самарцы получают электронные страховые полисы. Химическая атака. Самарский парк и скверы придорожные газоны обрабатывают реагентом против клещей. Отработали навыки вне плана. Настоящую спецоперацию провела новокуйбышевская полиция в ответ на звонок о подозрительной коробке. Местный житель сообщил в дежурную часть, что во дворе жилого дома находится бесхозный предмет. Полицейские отреагировали немедленно. Квартал оцепили. Участковые и спасатели проникли во двор по пожарной лестнице и крышам гаражей. Этим же путем эвакуировали жителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии произвели два гидроудара по подозрительной коробке, которая оказалась пустой. Между тем, подобные сообщения поступают и в плановом режиме. В Самарской области продолжаются антитеррористические учения. Обезвреживать муляжи взрывных устройств приходится в разных районах. Причем заранее о месте закладки не сообщается. Наибольшее неудобство, которое могут доставить силовики местным жителям, это перекрыть движение транспорта. А потому самарцев просят отнестись к этому с пониманием. Тем более, что 22 мая в понедельник учения завершатся. Дорога на тот свет. В Самаре под колесами грузовика погибла пожилая женщина. ДТП произошло на перекрестке заводского шоссе 22-го портсъезда. Место пользуется дурной славой у сотрудников ГИБДД. Такое происшествие здесь не первое. На оживленном перекрестке есть светофор, но многие пенсионеры его игнорируют. Идут напрямую по кратчайшему пути. Олег Зверев пообщался с полицейскими и нарушителями. Это уже третий подобное ДТП на злополучном перекрестке с начала года. Пенсионеры переходили проезжую часть в неустановленном месте, буквально в 20 метрах от светофора. Водитель не заметил пешеходов. В итоге одна из бабушек в больнице, другая под колесами грузовика. Ориентировочно в 13.00 водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, следуя по улице 22-го портсъезда со стороны Красных Коммунаров в сторону заводского шоссе, допустил наезд на пешехода, переходящую проезжую часть справа налево по ходу движения. В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Движения на этом участке почти всегда напряженные. Здесь часто собираются пробка, рядом рынок и остановка общественного транспорта. При переходе надо сохранять бдительность, но чаще всего пожилые люди невнимательны. В итоге страдают не только пешеходы, но и водители. Расскажите нам в двух словах. Расскажите, но он не стоит, ничего не будет помогать. А смотрите, что случилось уже. Ой, как и идут. Ой, как и идут. Некого ищите. Вот и идут. Вот и ноги. Ну, она перешла и все. Туда и где ноги. Вон лежит перед командой. Эта женщина тоже пошла не глядя. Благо, рядом оказался сотрудник ДПС, который вовремя остановил и помог перейти улицу. Сами пешеходы не отрицают, что как переходит дорогу в этом месте – настоящий беспредел. На светофор многие вообще не обращают внимания. Почему? У каждого своя правда. У меня обе ноги больные. Это туда надо угла, опять же, опять сюда. Это мне трудно. Это очень неудобно. Где-то вот надо делать вот так вот, чтобы рынок уже и посвободнее переходить. Потому что мы нарушаем, и все нарушаем. По мнению многих пешеходов, светофор расположен неудобно. Приходится делать крюк. Но даже в этом случае сотрудники ГИБДД вот на таких примерах предупреждают. Нарушать правила дорожного движения – это значит рисковать своей жизнью, а зачастую и здоровьем окружающих. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Самарцы обеспокоены. Что происходит в сквере Победы между площадью Славы и Самарской площадью? Интерес подогревают слухи в интернете. Любимое место прогулок отдыха якобы хотят сравнять с землей, а знаменитый фонтан разрушить до основания. Сквер открыли в Куйбышеве в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная достопримечательность – вид на Волгу и 30-струйный фонтан, украшенный Георгиевской лентой. Что на самом деле происходит в сквере, выясняла Олеся Корецкая. Сквер Победы сейчас мало соответствует своему триумфальному названию. Проход сюда закрыт. Здесь ведутся строительные работы и пока они на этапе разрушения. Здесь уже сняли всю плитку. И сейчас с помощью специальной техники демонтируют бетонное основание фонтана. Самарцы по-разному отреагировали на реконструкцию сквера. В социальных сетях появились фото и домыслы, что после ремонта знаменитый фонтан уберут навсегда. Якобы уж слишком основательно его разрушают. Однако большая часть жителей спокойно отнеслась к строительным работам. Я считаю, что можно было бы обойтись, потому что был неплохой фонтан и самая плитка там была хорошая. Ну я так предполагаю, что ремонт какой-то вообще нет, не в курсе. В администрации города пояснили, сквер Победы приводят в порядок вместе со всей улицей Молдогвардейской. Фонтан в настоящее время демонтирован. Демонтирована чаша фонтана, демонтированы коммуникации, так как они за несколько лет эксплуатации, естественно, износились. Фонтан, конечно же, останется на месте. Фонтан никто уничтожать не собирается. Точно так же отремонтировали в прошлом году Старозагору. Сейчас все четыре фонтана на бульваре работают в обычном режиме. Тридцатиструйная водная конструкция в сквере Победы должна вновь заработать уже в этом году. Фонтан был хороший. Ну, если обновять, то это обновят, но лучше даже. Завершить ремонтные работы в сквере планируют в октябре. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Клубничка вне закона очередной рейд по выявлению торговли в несанкционированных местах в советском районе. И вновь несколько протоколов. У входа в метро продавцам словно медом намазано. О том, что торговать здесь нельзя, их предупреждали неоднократно. Но нелегальные лотки и ныне там. В теневой экономике разбиралась Мариана Мирная. Вы согласны с тем, что вы нарушаете? Да? Понятно. Огурцы, помидоры, клубника, черешня и абрикосы, как говорится, можно, да только не в этом месте. По закону лоток считается нелегальным. Владельцу выписан административный протокол. Жители дома, под чьими окнами каждый день идут в продажи, говорят, здесь бойкая торговля постоянно. Уж больно место проходное. Ну, зачем это надо? Ну, зайди ты в магазин, там полно всяких помидоров, огурцов. Ну, я так думаю. Надо очищать, очищать вот от этого всего. Дамское нижнее белье прямо на выходе из метро. Тоже под запретом. Разрешения на торговлю у гостей из Киргизии нет. Да и штраф уже не первый. Сначала заплатила полторы тысячи, теперь придется отдать пять тысяч рублей. Женщина утверждает, денег не хватает, вот и занялась сомнительным бизнесом. У меня муж болной, лежит дома, у меня хрома никого нету, и только я один. Я ему сказала, дай, пожалуйста, вот неделю торгуем, я заберу, муж уезжает домой. Чтобы торговать на законных основаниях, предпринимателям необходимо написать заявление в администрацию района и подписать договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары. Стоимость аренды торговой площади 7,5 тысяч рублей. Но далеко не все продавцы торопятся узаконить свою деятельность. С начала года документы оформили порядка 15 предпринимателей. С остальными разговор короткий. Сотрудники полиции, которые имеют на это право, составляют соответствующие протоколы. И, скажем, товар у нее изымается, не конфисковывается, ничего, просто изымается для приобщения в качестве, скажем так, вещественных доказательств или что-то в этом роде. А после рассмотрения административного протокола данный товар собственнику возвращается. Рейды по выявлению незаконной торговли проходят каждую неделю. И многим предпринимателям штрафы выписывают повторно, а то и в третий-четвертый раз. Оплатить его необходимо в течение 100 дней. Иначе бизнесменам может грозить другое наказание – лишение свободы на 15 суток. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Около сотни патентов, 30 лет изобретательства, самарские студенты встретились с известным ученым Николаем Ильиным. Долгие годы он разрабатывает методы, которые помогают решить судьбу зданий после пожаров или взрывов. С изобретателем пообщалась и Алина Чемерис. О температуре и характере пламени при пожаре лучше всего расскажут стены, говорит известный ученый Николай Ильин. О том, как оценить ущерб, нанесенный зданию огнем, и решить, сносить или не сносить. Он уже полвека рассказывает студентам технического университета. Значение имеет, правильно ли спроектировано здание. Если неправильно, оно значит развалится. Все. А если правильно, то оно на 90% останется. Даже при взрыве, тоже при пожаре. Я, как преподаватель, рассказывал студентам, как вести себя, чтобы не войти в большие расходы. Потому что если разбирать, то это расходы большие, а если оставить, то надо знать, почему оставили. Потому что разбирать иногда сложнее и тяжелее, чем восстановить. Медаль имени Альфреда Нобеля, серебряная медаль Вернацкого, звание заслуженного деятеля науки и техники. Николай Ильин уже 30 лет изобретает новые методы, которые помогают решить судьбу зданий после пожаров и взрывов. Приборы, облегчающие работу пожарным. На счету ученого около сотни патентов. Пять лет назад Николай Алексеевич придумал способ, который помогает донести пожарный рукав до очага возгорания по узким лестницам. Я вот поставил этот ограничитель, который в нужной точке, если поставить, в двух точках по маршу, то будет пожарный рукав идти, не до конца идти, где будет застревать за углы этих ограждений, перил тормозится. А он будет проходить только посредине. То есть пожарный может бежать, а рукав будет за ним идти без задержек. На встречу с ученым пришли студенты колледжей и вузов. Все они будущие инженеры и строители. У меня это близка тема, потому что я учусь на крановщика и буду тоже собирать всякие большие конструкции, дома и так далее. Моя задача в том, чтобы построить дом и чтобы он держался долгие годы. Ученые делятся. Ни одно его изобретение не было создано просто так. Каждая разработка – необходимость и требование времени. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Бумажные страховые полисы заменят на пластиковые карты. Самара стала пилотным регионом, где выдают электронные страховые полисы. В 30 поликлиниках области уже установили оборудование для получения карт. Веб-камера для мгновенного фото и планшет для электронной подписи. Обзавестись электронным полисом могут не все, а только новорожденные, новобрачные, сменившие фамилию и граждане, имеющие на руках полис старого образца. Приниматься полис должен наряду с бумажным карточкой. Нет считывателя, но в полисе есть данные пациента. Компьютер стоит. В компьютере база всех застрахованных. Моментально медрегистратор должен найти данные и принять. То есть этот полис будет в обращении в обычном режиме. Даже если нет считывателя пока, чтобы провести и все данные получить. Самарским врачам повысить зарплату. Насколько вырастет заработок медиков с 1 октября, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дешевеет. Баррель марки Brent стоит 51 доллар 30 центов. Валюта прибавила в цене. Курс на 19 мая. Доллар 57 рублей 46 копеек. Евро 63 рубля 99 копеек. Золото стоит 2270 рублей. Серебро 30 рублей 83 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 45 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 10 копеек. В России планируют ввести единую систему нумерации лицевых счетов жильцов. По специальному номеру можно будет оплатить коммунальные услуги в банке без квитанций. В Госдуме предлагают снизить штрафы за неоплаченные вовремя кредиты. А в Самарской области с 1 октября поднимут зарплату медикам. Врачам на 180% относительно средней зарплаты. Среднему медперсоналу на 100%. Фонд обязательного медицинского страхования выделит на это 600 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Женщины в бизнесе все равно остаются женщины и самарские деловые леди собрались на межрегиональную конференцию поделиться опытом и обсудить, что еще полезного они могут сделать для своего города. Причем с такой встречи просто так не уйдешь. Они пошли на теплоходе по Волге на встречу со своими ульяновскими коллегами. Их провожала Олеся Корецкая. Они называют друг друга девчонки, хотя у каждой из этих женщин свое дело. Фирмы, агентства, магазины и производство. Ирина Карандаева занимается разработкой брендов для различных фирм уже 18 лет. Признается, что в своем деле она может реализоваться полностью. И если женщина этого не боится, а мне кажется, сейчас уже никто не боится быть женщиной в бизнесе, то открыты все двери, главное идти, главное получать какие-то дивиденды с этого. На конференциях бизнес-леди обмениваются опытом, консультируются с юристами и социологами и просто отдыхают. Кроме деловых достижений обсуждают общественную работу, помогают многодетным семьям, пожилым людям. В этом году провели несколько экологических акций, высадили 5000 цветущих кустарников. Такие встречи проходят два раза в год уже 25 лет. Знаете, чем она хорошая? Что женщины садятся на теплоход и не могут вечером уехать домой кормить своих детей и мужа. И поэтому, когда мы нашли эту форму конференции, она прекрасна. Пока теплоход отходит от причала, можно расслабиться, даже спеть. Какой-то летний, какой-то летний, какой-то летний. Вопреки расхожему мнению, что женщины на корабле, к несчастью, пассажиры этого судна полны оптимизма. Теплоход с самарскими деловыми женщинами отправляется в путь. Впереди пять дней речного круиза, встреча с ульяновскими деловыми женщинами и экскурсия в Свияжск. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре на пятой просеке взорвался, а потом сгорел ларек с шаурмой. ЧП произошло в районе улицы Солнечной. По данным МЧС, возгоранию предшествовал хлопок. Сообщение о пожаре поступило около девяти утра. В считанные минуты его ликвидировали. На месте работали две единицы техники и девять спасателей. Причины происшествия выясняются. К июлю в Самаре появится еще десять новых низкопольных трамваев. К выходу на маршрут они будут готовы после обкатки на рельсах. Новые вагоны оснащены кондиционерами, системами отопления и видеонаблюдения, аппарелью и площадкой для инвалидов и детских колясок. Максимальная скорость нового трамвая составляет 75 км в час. 20 мая в Самаре состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для Мундиали. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане. Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет проходить целый год. Дальнейшим специалистам доверят встречать многочисленных болельщиков, гостей мирового футбольного первенства. Об этом информирует пресс-служба областного правительства. На организацию детского отдыха в Самаре направят 193 миллиона рублей, что на 7 миллионов больше, чем в прошлом году. Для любителей природы будут работать 10 летних лагерей круглосуточного пребывания. Ребят ждут профильные смены, посвященные году экологии и чемпионату мира по футболу. Для тех, кто проводит лето дома, предлагаются лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Всего летом будут работать 178 таких лагерей. Планируется, что их посетят больше 13 тысяч детей. В Самаре ограничат движение в связи с проведением первого всероссийского полумарафона «Забег». 21 мая с 7 утра до 14.30 будет перекрыт проезд по Волжскому проспекту сразу в нескольких участках. Кроме того, будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Это коснется автобусных маршрутов 61-го, 247-го и 261-го. Не вооружен, но очень опасен. Клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз – самое распространенное заболевание, которое можно получить при укусе этого члена Станогова. Ежегодно порядка 5% от числа обратившихся в Роспотребнадзор составляют люди, схватившие клеща в городских парках, скверах или на кладбище. Как можно его победить, расскажет Марина Матвейшина. Их не видно, но они есть. В этом году от укусов клещей пострадало более 700 человек в Самарском регионе. Причем встретить этих паразитов можно не только где-то в лесу или в лугах, но и в городских скверах и парках. В атаку на маленького, но вовсе не безобидного противника вышли истребители. Сквер Высоцкого оцеплен в воздухе раздается обманчиво приятный аромат сирени. Распыляемый препарат безвреден для человека и животных, но губителен для клещей, комаров и других вредителей. Применяется препарат репеллент третьего поколения, который воздействует как на клещей, так и на ползающих и летающих насекомых. Причем как на взрослых особей имага, так и на их личинок. Максимальная активность препарата наблюдается в первые сутки после обработки. И высокое действие сохраняет в течение четырех недель. Предварительно в городе провели первый этап борьбы с клещами. Убрали прошлогоднюю листву и ветки, где обычно зимуют паразиты. Теперь проводят этап уничтожения. В этом году препаратом от клещей обработают 144 городских объекта. Из них 130 скверов и 14 транспортных развязок. В настоящее время 85% от запланированного объема работ выполнили. Несмотря на это, специалисты советуют жителям не пренебрегать и мерами индивидуальной защиты. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Сегодня отмечают Международный день охраны растений. Не остался в стороне и Самарский ботанический сад. Уникальный уголок природы в центре города в этом году праздник флоры отметил необычно. Главные гости – школьники и студенты. Чем они занимались в солнечный майский день среди реликтовых растений, увидела Марина Кравцова. Цветущие и благоухающие яблони, сирень, каштаны. В май ботанический сад – идеальное место для прогулок. На этот раз уроки и лекции здесь прогуливают школьники и студенты. Но с пользой для здоровья и ума. В Международный день защиты растений впервые в ботаническом саду организовали экологический квест. Модные в молодежной среде развлечения подчинили науке. Будущие фармацевты разыскивают Самарский аптекарский огород. Мы прошли курс ботаники, нам предстоит экзамен. И я думаю, что это окажет огромную пользу для подготовки к нему. Ну и просто очень приятно находиться в такой атмосфере. Лес, свежий воздух. В игре участвуют семь команд. Маршруты разные. Дендрари, оранжерея, участок декоративных растений. На каждой точке вопроса. За правильный ответ участники получают жетоны. А какое хвойное растение зиму проводят без иголок? Я думаю, для вас не составит труда ни для кого сказать, что это лиственница. Ну и школьники с этим вопросом не затруднятся. Разумеется, для студентов вопросы будут сложнее. Площадь сада 40 гектаров. Программа «Насыщенное путешествие по особо охраняемой природной территории» занимает несколько часов. Увлекательный квест сопровождается познавательной экскурсией. Студентам и школьникам рассказывают об уникальных растениях и деревьях ботанического сада. А их здесь больше 3800 видов. Вот это можжевельник. Растение очень декоративное. Им сейчас украшают улицы и скверы Самары. Но этот необычный можжевельник казацкий. Он занесен в Красную книгу Самарской области. Растение реликтовое до ледникового периода. Он пережил все обледенения и до сих пор растет в Жигулевском заповеднике, еще на Урале и на Кавказе. Ботанический сад Самарского университета входит в Международный союз. Уникальному уголку природы в центре города уже 85 лет. И в перспективе его ждет преображение и реконструкция. Марина Кравцова, Григорий Клешаков. События. Пока волжские спортсмены завоевывают награды в разных городах и странах, Самара готова принять битву на Волге. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре пройдет битва на Волге. Самарские дзюдоисты результативно выступили на Кубке Европы. Анастасия Лебедева приехала из Китая на велосипеде с серебром. В Китае завершилась женская веломногодневка тура «Жзушан Айсланд». В соревнованиях принимала участие самарская спортсменка Александра Лебедева. В гонке по велоспорту шоссе участвовали 80 велосипедисток из 27 стран. В личном зачете 21-летняя Александра финишировала на 52-й позиции. По итогам командного зачета команда России, за которую выступала самарская спортсменка, завоевала серебряные награды. В Оренбурге состоялся Кубок Европы под дзюдо. Спортсмены Самарской области завоевали целую россыпь наград. Воспитанница Анны Сараевой и Дилбарак из Исалкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 килограмм. Еще одна подопечная тренера, чемпионка России Ольга Крюкова, стала в Оренбурге третьей в весовой категории 63 килограмма. Серебро Кубка Европы взяла Мариам Есеркеева в весовой категории 48 килограмм. Серебро весовой категории 90 килограмм завоевал бронзовый призер Кубка России 2016 года Алико Джиланидзе. Вторым весовой категории 100 килограмм стал Арман Адамян. Все свои схватки на пути к финалу Арман выиграл досрочно. Однако в решающей встрече сильнее оказался соотечественник Дмитрий Давган. Бронзовым призером весовой категории 70 килограмм стала еще одна самарская спортсменка Екатерина Мутных, проиграв за выход в финал серебряной медалистке Кубка монголки Дава Сурен Мухбад. 19 мая в МТЛ-арене пройдет международный профессиональный турнир по смешанному боевому единоборству «Битва на Волге». Впервые в Самаре будет биться легенда мирового ММА американец, получивший в 2015 году российское гражданство Джефф Монсон. Ему предстоит битва с самарским спортсменом, действующим чемпионом мира по банкратиону и грэмплингу среди ветеранов Леонидом Хапчиком. Одним из центральных боев вечера станет схватка с участием чемпиона мира по кэмпе карате и ушу Саньда Дмитрий Буше из Франции. И чемпиона мира по панкратиону Рамиса Терегулова. Среди участников боев будут чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов в разделе К1 самарский боец Шамиль Абасов, ставший недавно чемпионом Приволжского федерального округа по ММА в категории свыше 93 кг. А также чемпиона мира и Европы по боевому самбу, панкратиону, ММА и рукопашному бою за Россию, Казахстан и Украину. Специальные почетные гости турнира звезда UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов и чемпион мира по ММА, актер, режиссер и кинопродюсер Олег Токтаров. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Продолжение следует... Продолжение следует...